В свое время по этой дороге ездили многие люди. По одной простой причине, это был самый быстрый вариант объезда проспекта Ленина. Потому что вот здесь и утром, и вечером пробки стоят. Нормальные люди ехали вот здесь, через станицу магнитную. Мы сейчас можем убедиться, сколько лет этой страницы. Вот смотрите, за моей спиной. 1743 год. Да, городу Магнитогорску не так уж и много лет. 87 лет. В этом году 85 лет было Магнитогорскому металлургическому комбинату. Но сама станица, она была еще древнее. То есть, представляете, до более чем 200 лет. И еще с небольшим кусочком. То есть, 250 лет станица магнитная здесь и была. А только потом был построен металлургический комбинат. То есть, мы не будем говорить, что город возник ниоткуда. Нет. Город превратился в Магнитогорск от станицы магнитной. И гора магнитная тоже здесь была. К слову, в этом году мы можем благодарность выставить металлургическому комбинату за то, что он вел в строй эксплуатации естественные очистные сооружения. Это очень хорошо, реально. И новый цех тоже хорошо. Мало того, какой был праздник. И еще, был самый изумительный салют. И изумительная композиция в исполнении группы Стрижи. Как они летали, я их два раза смотрел. Да еще это не туда третий раз посмотрел. Круто было, реально. Но это прямо располагается здесь. Тут недалеко. От станицы магниты до храма Вознесения Господней, грубо говоря, метров 250. Грубо говоря, за моей спиной моей камеры еще есть центр металлургического хоккея. Металлург. Прямо вот здесь располагается. То есть вопросов-то нет. Вот сюда заезжаем. О чем мы сейчас будем говорить? И о чем мы сейчас будем говорить? То есть металлургическое 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 шикаре. Да, в действительности, да. Это отличное производство на уровне миловых стандартов металлургии. Что за моей спиной? За моей спиной? А вот сюда вам необходимо приехать. По одной простой причине. За моей спиной делаются изумительные краски. Настолько изумительные, что конкурентства по сути-то и нет. И нигде. То есть вы можете приезжать, красить свой автомобиль. Когда мне говорят, что ваша машина не будет краситься, я скажу, что ваша машина не будет краситься только тогда, когда она стоит в салоне. Потом где-то что-то катсканули, где-то еще что-то. Ну, и на чем он будет ездить? На стандарте? Я все-таки не сторонник вашего стандарта. Я хочу, чтобы ваша машина выделялась. Выделялась качественно. А лучшая краска находится здесь. На рабочей 109. Давайте зайдем и посмотрим, как вы можете сделать свой автомобиль, чтобы он выглядел изумительным образом. Ну, вообще-то мы сюда приехали за краской. Такое часто случается. И виной тому бред про кризис. Что машины стоят рядом с домом. К сожалению, они бьются и детьми, и чудаками с буквой М. Поэтому, простите, вы же не будете говорить, что машина целая. Да и покрасить-то надо. Но заехав сюда, я как-то и не понял. Я про количество эмалий. И вы знаете, у меня возник вопрос. Вот почему-то получается так, что люди к вам приезжают. Объясните мне. Потому что у нас очень большой опыт. Хорошие колористы. То есть мы можем говорить, что, в принципе, если мы хотим грамотно сделать подбор, я так думаю, что лучше приехать к вам. Конечно. Приезжайте только к нам. Вот это очень интересная тема. Потому что контор-то по городу много. Но лучшие, похоже, вы. Да. А почему нет? Мы работаем с опережением. Уже нашли поставщика запчастей с ценами ниже ЕБЭ. Уже мы вам показываем, как купить качественные и новые запчасти. А может быть и БУ. Три конторы, работающие по покраске. Есть и такие. И вот, наконец, сама краска. Различных цветов. Родоначальниками этих цветов стали американцы. То есть House of Color. Они с 56-го года, если не ошибаюсь, занимаются этим. Задача была сделать необычные краски, которые не используются в повседневной жизни, для того, чтобы сделать красивые выставочные автомобили. Много, наверное, видели люди, как делают ретро-автомобили за рубежом. Они очень сильно отличаются от того, как у нас все это преподносится. Вот. Лет 7 назад мы задались этой темой. Очень глубоко изменили. Очень глубоко все это изучили. И даже создали много новых цветов. Эти цвета вообще интересные. То есть я вот обращаю внимание. Смысл такой возникает у меня. То есть я прекрасно понимаю, что всегда машины будут крашены. Но такого не бывает просто. Они могут быть не крашены, а только в салоне. И то вопрос. Сколько они в этом салоне могут постоять? То есть я не буду говорить, что машины могут стоять 10 лет. Но даже за 10 лет краска тускнеть начинает. Правильно? Правильно. Естественно. То есть все машины красить, она к этому относится просто как правило. То есть я уже людям объяснил, что ремонт автомобильных стекол это такое же правило. То есть ну щелкнули, щелкнули, что такого-такого. Не сильно дорого она и стоит, естественно. То же самое по краске, да? Щелк, 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 щелк. В любом случае грамотный человек машину будет перекрашивать. Так ли это? По сути да. То есть в одной одежде ты всю жизнь ходить не будешь. Она или надоест, или просто испортится. Поэтому мы перекрашиваем свой автомобиль, чтобы... А если уж вкладываем в него деньги, то естественно надо делать шедевр. То есть какой-то красивый цвет выбирать. Что-то необычное. Некоторые хотят выделиться. То есть если мы видим поток автомобилей, вот просто взгляните на поток автомобиля. Это серая масса, которая движется по дорогам. И если покрасить в какой-то интересный цвет, который будет гореть, как лампочка или как хамелеоны у нас есть, которые будут завораживать своим переливом необычным, то она естественно будет выделять. Когда тебе из соседних машин показывают знак «Во». Это... Это красиво. Да, это и себе внушает какое-то достоинство, что ты как-то выделился в этой жизни. Мы говорим о цвете, но это просто от винта. Да, у нас много машин. Эксклюзива мало. Что такое эксклюзив? В нашем случае машины другого цвета. Понимаете, есть немного другой принцип. Он в любимой мною Америке для американцев. Я не говорю про дебильную политику этой интересной страны. Походу дебилизм с типа сверхдержавой делает свое дело. Но в той Америке машины разные. И по цвету, и естественно. Вот смотрите. Красный с отливом. Голубой металлик. Желтый. Перламутр. А если про большие агрегаты посмотреть, так вы машину перед покупкой можете заказать именно в вашем цвете. Но чем это не радость то? А давайте про конкурентов переговорим. Сколько у вас вообще конкурентов? Ну, немного. Есть слабики конкуренты, которых, я думаю, мы уже давно перекинули. Основные конкуренты у нас в Америке. Это Алза и Хаосов Калор. То есть мы будем говорить о том, что в магнитогортке сейчас есть очень серьезный конкурент. Всегнирный. Ну, по сути, да. И это не только магнитогорский металлургический конкурент, правильно? Задача была превзойти всех. И это сделано. Мы не копируем. И это сделано. Да, ведь? Ну, по сути, у нас есть краски, которые вообще никто не производит. Мы можем... Раньше это было только выставоченные автомобили, так как не могли справиться с такими проблемами, как выцветание и подобное. То есть мы с химзаводами, с большими трудами, с большими тестами победили все эти проблемы. И теперь у нас берем любую машину, красим. Это не выставочный автомобиль, а красивый автомобиль, который может ездить как обычный. Как все это делается? Ну, конечно же, здесь. Я вам не буду говорить о цветоустойчивости. К сожалению, это тема всех автомобилей. Они катаются по городу. Если вы думаете, что можно просто покрасить тем же заводским цветом, то будете не правы. Поэтому только подбор. Чтобы вы не влетали в копейку. К слову о моей машине. Мне так размолотили кузов с моей коробкой, что пришлось все перекрашивать. Зачем я ее отдавал дебилам, которые размолотили не только жестянку, но и радиатор, тяги, фильтра, сняли весь набор проводов. Вот это правило? Красится... Вот у нас по дорогам ездят трехслойные покрытия, допустим, такие как Toyota, перламутровые. Красится методом перехода или путем сравнения с соседней деталью. То есть это можно сделать, да? То есть это я никогда не влечу и не буду покупать 6 килограмм краски на всю покраску. Ну, это я просто говорю, допустим. Ну, 100 грамм можно же покрасить, правильно? Есть мнение, допустим, что хамелеон невозможно перекрасить. Спокойно красится. У него есть покасательный цвет и цвет в лицо, так называемый. И по-другому цвет не ложится. То есть также наносится черная подложечка, хамелеон. Методом перехода или в деталь. То есть спокойно перекрашивается по детальному. И мы не будем говорить, что это... Конечно, это чуть больше денег стоит, чем остальные, потому что, ну, прекрасно понимаете, что там такое. Ну, разных красок много, поверьте мне, правильно? Можно же за копейки покрасить, логично, да? Но когда не хочется это делать. Да, бывает, допустим, краска дороже стоит автомобиль. Есть такие краски, вот. Но и вид автомобиля становится многократно просто дороже. То есть когда... Давайте не будем говорить, что краска стоит дороже всего покрытия автомобиля. Потому что автомобиль любой тоже разный, правильно? Ну, относительно. Относительно, да. То есть, смотря как сравнивать. То есть, если я себе захочу сделать замечательный автомобиль ГАЗ-24 в цвете золота такое нравится. Изумительно просто. Конечно, она будет чуть-чуть дороже стоить, чем сам автомобиль. Но зато потом, как все будет смотреться. Курить. Немножко пива меньше пить. И сделать красивый автомобиль. У нас экономим деньги. А на таком автомобиле я не буду никуда. Я другими вещами буду заниматься. Потому что, когда люди меня увидят, на каком автомобиле, я так понимаю, что у всех будет немножко все по-другому. Да. И масть попрет. Правильно я говорю. Сским языком говорить. И вот оно событие. Главное событие. Мест для покраски в городе много. Почему нет? Но выбор, конечно, ваш. Я бы думал только об одном. Идеальное место. И для меня рабочее 109. Даже если мелочь, то подбор здесь. Даже если перекрас всего кузова, тоже. Может быть, это и случится, я не знаю. Может, Господь Бог даст мне возможность вас удивить. И тогда я вам сделаю праздник. Как из вполне обычной машины вы увидите идеал покрасочных работ. За рулем которого будет такой же, как и вы. Обыкновенный перец, получивший качественное образование у людей, к счастью, для оных, покинувших наш мир. Где мы находимся? За моей спиной улица Рабочая 109. То самое место. Давайте вспомним, как в это место в реальности видели. Лет 20-30 назад. На том, 25 лет назад здесь было построено вот это замечательное здание с флагом на крыше. Флаг Советского Союза. Тогда, к сожалению, советская страна уже прекратила свое существование. Да? Но вы же прекрасно понимаете, что город Магнитогорск, он чем славит? В городе Магнитогорске есть замечательный металлургический комбинат. В данном случае вообще мы можем говорить, что это один из ведущих столетийных комплексов мира. Кроме всего прочего, в городе Магнитогорске, наконец-таки, сегодня и сейчас, есть замечательный подбор красок. Подбор красок с изготовлением. И, по сути событий, конкурентов-то практически нет. То есть, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, вы сюда можете приехать, заказать себе замечательные краски и потом уже понимать смысл бытия. Потому что рано или поздно все машины будут перекрашены. Поверьте мне. Только ваша машина будет еще и вкуснее выглядеть. И еще и цвет будет изумительный.